В старинные времена на советском телевидении было принято обсуждение программ или фильмов после того, как они закончились. Больше, конечно, это фильмов касалось. И была такая программа «В гостях у сказки», где в рамках программы каждую неделю показывали какое-нибудь кино. Иногда ужасное говно, иногда было очень интересно. И после окончания этого фильма, можно сказать фразу, которую мне сейчас хочется сказать после матча «Спартак-Зенит». Ну что же, дорогие мальчики и девочки, вот мы с вами и посмотрели, и далее по тексту. Разумеется, это оперативная реплика, которую я, естественно, осуществляю, записываю сейчас уже в ночи после стрима, который у нас был тоже здесь на этом канале. При поддержке компании «Фонбет», которую я строю в этом амбассадоре, вот. И, кроме всего прочего, «Фонбет» новым игрокам готов подарить 2000 рублей свободной ставки, выводите промокод «Уткин», регистрируйтесь в приложении и, соответственно, играйте свое удовольствие на 2000 рублей как минимум. Если вас нужны подробности, смотрите в закрепленном комментарии, а я перехожу к особенностям игры «Спартак-Зенит», которые мне бросились в глаза по горячим следам, хотя, собственно, глаза температуры обычно не чувствуют. Короче говоря, впечатления о туре и иные подробности артистского футбола будут в обычном футбольном клубе, а сегодня мы поговорим о матче «Спартак-Зенит», ну, по крайней мере, процентов на 90 того времени, которое я вообще готов этому уделить. Пока к этому часу, а сейчас у меня вот на айфоне 22 часа 19 минут, пока к этому часу в основном говорят о действиях тренеров. Ну, немножко о действиях судьи, разумеется, тоже, но в основном о действиях тренеров. Ошибся ли обоскальца стартовым составом? Что показал Семак своими решениями и, в частности, матч-менеджментом? Я думаю, что это все говорит, в первую очередь, о том, что очень многие просто накинулись на составы, как только они появились в широком доступе. Практически все ведущие телеграм-каналов, если можно так выразиться, кто часто пишет о российском футболе и делает в его сторону такой русский акцент, почти все на это отреагировали. Играл ли обоскаль ромбом? Мне кажется, все же нет. По-моему, здесь эта опасность как бы сама себя переборщила. Насколько можно нюансировать действия Семака во главе «Зенита» в этом матче? Сыграла ли ставка на трех защитников? Ну, в определенном смысле, да. По крайней мере, я не нахожу иного объяснения, почему в первом тайме мы, в общем, готовы были, наверное, усилиями московской полиции искать на поле промеса. Он не находился никак, никакими путями. Хотя было, как минимум, два, может быть, два с половиной эпизода, когда просто непонятно, как промес бездействовал. Ну, в частности, когда вошел справа в штрафной игрок Спартака, по-моему, это был даже Денисов. Извините за путаницу, если по горячим следам это все происходит, но след Денисова уже тоже простыл на этом поле. И вот была скидка в центральную зону, или даже Соболев это был. Да, 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 правильно. То есть центральный нападающий сбрасывал в зону центрального нападающего, справа налево. Ну, кто там должен быть, как ненападающий, играющий слева? Ну, там не было, промес даже не шевельнулся в этом направлении. Чего его винить, в конце концов, в конце концов, уж извините, что я на этом столько раз шучу, потеряться, это одна из главных его задач, наверное, сейчас жизненно, таких масштабных. Не слишком скоро найтись для тех, кто его ищет. Но в этой игре, ну, как можно обсуждать построение Спартака, если бездействует промес? Там хоть обобустраивайся. Снять секретый его все равно не снимешь, потому что он лидер. Надо его разбудить как-то, вот, каким-то образом. Потому что, в любом случае, если будет шанс, то кто им лучше воспользуется, чем Квинси? Да никто. Груктум. Прекрасный совершенно. Но выясняется, что в итоге вот не работало, наверное, не только это. Вот, говорят, Абаскаль сыграл два разных тайма. А Семак разве сыграл не два разных тайма? Мне представляется, что если не считать первые минут 15, Зенит контролировал игру подавляющую часть времени. Ну, по крайней мере, головой контролировал. В первые 15 минут, наверное, этого и не стоило и пытаться делать. Кроме того, естественно, на кураже, на хорошем настрое. Спартак очень здорово прессинговал Зенит около его штрафной. Почти что не давал выходить с половины поля. Но при этом и сам тоже из-за этих перехватов, из-за этого давления ничего не смог почерпнуть. За исключением желтой карточки Игнатова. Который, я говорю, Каш провалил. Вот, и было видно, что он, наверное, просто слишком многого ожидал для себя от этой игры. Что вот, наконец-то, настал шанс, который он несоветно заработал. Но он совершил несколько грубых нарушений. У него, в общем, уже практически оранжевая карточка была после первого тайма. А не просто желтая, которая ему, собственно, была показана. Он неудачно действовал в эпизоде с первым пропущенным Спартаком мячом. Собственно, не получилось у него вывести мяч от предела в штрафной. И получился гол. Ну, это, в общем, дело не в поисках виноватого. Но это тоже оказалось не очень верное решение. Если мы к этому присовокупим еще и то, что из-за травмы был потерян Мозес. Ну, мне кажется, здесь о том, что план об Аскале не состоялся, а, без промеса, б, при психопатических ошибках юного игрока, и, д, и, вернее, да, при том, что был потерян еще один дающий игрок в середине поля. Как-то говорить о кризисе тренерской идеи, мне кажется, очень наивным. Что касается Симака и действий Зенита, то это была, в первую очередь, хорошая разведка. Разведка боем. Зенит уже в первом тайме создал больше острых моментов, чем Спартак. Это и мяч, который в перекладину попал после удара Сергеева. Это и несколько угроз после подачи слева Дугласа Сантоса. Я восхищаюсь этим игроком, просто мне кажется, что левой ногой с помощью мяча он может, например, разбивать пепел с сигары своему другу на спар метрах на 30. Вот так мне представляется. Главное, все очень мягко, очень удобно и прочее. Ну и, конечно, у Зенита есть важный аргумент, который мне представляется, как мне кажется, скажем так. Абаскалью пытался разбить реформами в середине поля. У Зенита очень сыгранная полузащита. Ребята, которые давно играют друг с другом. Это Бариос, это Клаудиньо и это Винделл. Мне представляется, что в конце концов эти ребята и сделали игру. Ну, Бариос в этот раз, может быть, в меньшей степени. Пенальти, который был назначен за его игру рукой. Мне тоже кажется, и делать с кем-то такое решение. Но правило таковы, что по нынешним правилам, да, это пенальти. Ну, что поделаешь теперь. Я не стал пугаться в подробности детализации назначения, за что дается, пенальти, за что не дается. Я пытался. Но, во-первых, я понял, что я схожу с ума от этой детализации. Во-вторых, через год опять все поменялось. И так будет происходить, видимо, и дальше. Как бы то ни было, сейчас такие пробиваются. И к этому моменту, впрочем, «Зенит» уже вел в два мяча. И вот второй гол «Зенита», по-моему, это нечто такое очень близкое к образцу. Образцу не пылающему, не темпераментному, а образцу, скорее, такому мраморному. Холодная красота Венеры Милосской. Там, может быть, она и без рук, но в футболе руки не нужны. Короче говоря, там, во-первых, первое, что бросается в глаза, это блистательная, разрезающая, рассекающая передача к Лудинию. По земле, в ножку Венделлу. Но ведь для этого потребовалось, чтобы «Спартаковскую защиту» растащили его партнеры. Я сейчас не очень готов все в голове восстановить, кто там и что делал. Но, в частности, там вклад Монтуана точно совершенно был. Вот я просто помню, что он помешал движению защитника «Спартака», по-моему, «Джики», навстречу Венделлу. Потом кто-то еще, кто же это был-то, боже мой, Дуглас Сантос, по-моему, вытащил на себя еще и Хлусевича. То есть, оборона «Спартака» была практически раздернута к этому моменту. И это был даже не разрезающий и даже не рассекающий пас, а вот как называется первый надрез при вскрытии. Оборона «Спартака» в эту секунду была уже мертва. Это было, да, она была просто вскрыта в медицинском смысле этого слова. Ну, а Венделл, собственно, футбол играть он имеет, какие вопросы. И теперь даже, я думаю, совершенно непонятно, у нас тем более каждые полгода или год происходят такие ситуации. Оказывается, есть футболисты, которым предсезонка, по крайней мере, Лигра чемпионата России просто не нужна. Она, оказалось, не нужна Венделлу, она, оказалось, не нужна какой-то промессу. И мало ли еще таких примеров мы в ближайшем будущем увидим. Поэтому, впрочем, это будет вывод, он будет простой и звучать банально. Но мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что я пришел к нему на основе наблюдения именно в этой игре. Не хватало, не было нехватки, вернее, извините, в прогнозах накануне этой игры, в том, как вообще к ней отнестись и чего от нее ждать. Ждать можно было многого. То, что в матче забито целых четыре гола, это в большом счете стечение обстоятельств. Он мог закончиться и со счетом 1-0, и 2-0. Но так уж случилось. Он не был открытым никоим образом. Я бы сказал, что мне удалось избежать прогноза на этот матч, как никак не тянули. Но где-то к середине второго тайма, когда «Зенит» еще ввел в один мяч, и «Спартак» давил, я вдруг подумал, что, я сказал об этом в стриме, кстати, что совершенно не хочу, чтобы матч заканчивался в ничью. Потому что турнирная ситуация была объективной. Действительно, если бы «Спартак» побеждал, он отрывался от «Зенита» далеко. «Зенит» отрывался от лидера достаточно далеко. Если «Спартак» проигрывает, то, наоборот, все замешивается в чемпионате. А если ничья, то, понимаете, получается, что как будто бы… Ну да, ничьи случаются. Shit happens. Но, тем не менее, получилось бы так, что вся эта интрига, она как бы улетела в трубу. А у нас в чемпионате не так много интриг. Поэтому пусть кто-нибудь выиграет. В этом смысле я доволен исходом игры. Хотя, конечно же, «Спартак» более симпатичнее, чем «Зенит». Примерно, ну не знаю, во сколько раз. Сильно симпатичнее. Но это не важно. Мне кажется, что этот матч через победу «Зенита» подчеркнул еще раз специфику нашего перестра в этот раз. Здесь никто не будет, по крайней мере, до Нового года, скорее всего. Там уже могут быть какие угодно провалы. Может, у кого-то деньги кончатся. Может, это пару игроков сильных прикупят. Но в этом чемпионате ошибаться будут все. Но смотрите, сколько было возможностей в этом туре. Обыграя «Спартак» «Зенит», и вот уже происходит расслоение на лучших и на тех, кто за ними уже даже пыль уже успевает лечь, чтобы ее не глотать, пока те пробегут вперед. Удержать Краснодар победу над «Локомотивом». То же самое, пятая победа подряд. И тоже Краснодар улетает вверх, а «Локомотив» застревает где-то поблизости от «Зенита». Но какая-то вот есть не логика, потому что если это какая-то высшая воля, то в чем здесь логика? Логика по поводу людей. Какой-то в этом есть, видимо, промысел, что действительно пока что никто не настолько сильнее других, чтобы здорово отрываться, чтобы уходить куда-то вперед и так далее. Чемпионат так вот не растягивается, а замешивается, как комок теста, я бы так сказал. Вот. Что касается игры «Зенит-Спартак», то как бы мне ни было грустно об этом говорить, умеренно грустно. Но победа «Зенита» — это победа на классе. И никак иначе. Футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб.